Дорогие друзья, добрый вечер. Пятница, 18.02 в Киеве. На две минуты мы опоздали, но я думаю, что вы нас простите, так как мы сегодня имеем очень интересного гостя. Владимир Золкин с нами, с Савиком сегодня будет обсуждать самые важные события, которые произошли к этой минуте. Плюс с Владимиром мы поговорим еще о его профильных темах, и Владимир обещал, что расскажет очень много интересной информации, неожиданной информации. Владимир, ну вот я вас представлю для тех, кто, может быть, вас еще не знает, хотя, наверное, таких все меньше и меньше, не только в Украине, но и в других странах, судя по вашим просмотрам даже на вашем YouTube-канале. Владимир Золкин, украинский журналист, видеоблогер, человек, который сделал самое большое количество интервью с русскими военнопленными. Скажите, Владимир, а вы считали, сколько вы сделали этих интервью? Добрый вечер, Олеся, и добрый вечер, Савики, добрый вечер всем зрителям, и слава Украине. Слава, слава. Конечно, не считались. Это просто не имеет никакого смысла, потому что я их могу сделать как бы пять, а то и даже десять за день. Это нельзя считать полноценным интервью, то есть это нельзя считать, что, знаете, я сел и попытался действительно прям раскрыть собеседника, задать все возможные вопросы. Если я вижу, что человек не хочет говорить, я просто, ну, считаю интервью закрытым. То есть на моменте вы кто, откуда и хотите ли вы попасть домой, обратитесь там к своим, например, чтобы вас забрали, да, если человек говорить не хочет, на этом интервью может считаться закрытым. В то же самое время интервью может длиться три часа. Это, ну, вот, был у меня недавно капитан, который остался с одним глазом и попал в серьезную передрягу. Ну, что правда, это как бы относится к тем людям, которые действительно, ну, скажем так, он сам собой рисковал, сам собой рисковал, а своим дал отойти. Вот. И я просто видел о нем репортаж, его в России похоронили, а за его, за эти действия, что, собственно говоря, его солдаты, которых он от себя отпустил, то есть они его просто бросили и ушли. Вот этим солдатам дали помедальки. Его похоронили в России. Ну, и вот я встречаюсь с ним после того, как я увидел этот репортаж и думаю, ох, ничего себе, воскрес. Ну, естественно, с таким человеком я общаюсь около двух часов детально, потом показываю ему репортаж про него же. Ну, и, естественно, задаю вопрос, как вы себя чувствуете погибшим. Он говорит, ну, вот, как-то так не очень. Интересно. Ну, и бывают вот такие вот интересные какие-то разговоры. А так, чтобы их считать, то нет, когда-нибудь посчитаем. Просто опять-таки, ну, давайте, давайте еще трехчасовое интервью можно считать интервью. Пятнадцатиминутное, ну, вряд ли его куда-то стоит записывать, да. То есть, ну, был такой разговор и был, ни о чем считать. Савика, есть вопрос, я вижу, да? Ну, знаете, ну, о пленных говорить очень сложно, да, то есть это совершенно разные люди, да, которые с разной судьбой. А скажите, Владимир, я, вот то, что я видел у вас на канале, вообще они вот в большинстве своем, они понимают, что с ними произошло и зачем они сюда пришли, то есть в Украину. Мало того, что они понимают, они, как бы вам сказать, ну, это же вот эти вот все поговорки российские, да, гром не грянет, мужик не перекрестится, пока там петух в одно место не клюнет, не поймет, это все про них, да, на авось это все про них, это реально все про них. То есть, они сидели там, им пообещали, значит, чем их берут, их берут очень простую вещь, деньги, раз, то есть будешь получать огромнейшую зарплату, два, обман, ложь, то есть будешь стоять где-то на третьей линии и воевать не будешь. И три, естественно, если не пойдешь, то сядешь, а если сядешь, то пойдешь из тюрьмы, только уже как зэк, то есть, ну, такой себе замкнутый круг, вот, я не говорю, что из него нет выхода, они просто не пытаются найти выход, а никто из них не пытается сказать простое, обыкновенное, нет, я не хочу, я не пойду и не буду. И на этом, в общем-то, круг разрывается, но каждый из них на вот этот авось говорит, окей, меня конкретно пронесет. Были даже такие, которые смотрели наши видео, правда, смотрели в основном нарезки в ТикТоке или в Телеграме, поэтому, если россияне нас смотрят, рекомендую все-таки смотреть и слушать полностью. То есть, уделите время, послушайте 10 абсолютно рандомных видео, вы поймете, что, я думаю, что как минимум 2-3 вам попадется из 10 таких, которые вам что-то, что-то вы из них для себя да и поймете. Вот, то есть, они, отвечая на ваш вопрос, понимают ли они, понимают они, постфактум, понимают практически все, а могли бы понимать перед отправкой, ну вот, не хватило у них времени, значит, посмотреть, послушать о том, о войне, значит, поискать какую-либо информацию о войне, на которую их отправляют. У них времени не хватило. Да, но они в основном городские ребята или сельские? Московские, питерские там есть в каком-то количестве? Конечно, есть. В последнее время появляются и московские, и питерские, и достаточно-таки в немаленьком количестве. Сказать, что это благополучные, ну, то есть, есть же миф вообще-то такой, что Москва живет классно, вся Россия живет плохо, и в Москве все живут классно. Относительно, ну, этот миф имеет под собой, конечно, какую-то пидгрунтя, да, то есть, в том смысле, что Москва действительно живет как бы лучше, чем вся остальная Россия, это безусловно, но в то же самое время далеко не все в Москве живут хорошо. И в Москве тоже есть люди с зарплатой 40, 50, 60, 70 тысяч рублей, а это, ну, из разговоров с ними я понял, что этого хватает ровно на выживание, то есть, этого даже не хватит на то, чтобы нормально прокормиться и нормально одеться, этого хватит, чтобы кое-как прокормиться и кое-как одеться. И такие люди тоже в Москве есть, их очень много, и как раз, конечно же, такие люди попадают на фронт, а не те, которые живут хорошо. Но парадокс в том, что время от времени попадают и те, которые вполне себя нормально чувствовали. Например, там были какими-нибудь там замдиректорами каких-нибудь супермаркетов, там, ну, вроде нашего Сильпо или там АТБ. Это неплохая должность, это неплохая зарплата, такие тоже попадают. Ну, а если говорить о том, о их образе, да, любят спрашивать, сразу же, может быть, опережая этот вопрос, скажу, что не локация, то есть, из Москвы он, или он из Самары, или он из какой-нибудь Камчатки, у него высшее образование, среднее, у него три класса церковно-приходской школы. Все это не очень-то сильно влияет на три фактора изначальных, о которых я говорил. Да, человек из Москвы может поговорить немножко больше, немножко шире, как-то в какие-то более-менее внятные предложения сложить свои фразы, чего не может сделать человек из Якутии, как правило. Хотя, вот, недавно у меня появился, у меня за два года, вот, практически прошел второй год, и у меня первый раз появился бурят, который смог рассказать просто, как они там живут. Просто, как они там живут. Вот, вот этот вот весь боярышник, который, как оказывается... Как они живут, расскажите, Владимир. Вот, тотальный алкоголизм. С утра. Это перманентный процесс. То есть, они никогда не выходят из этого состояния. Ну, это алкоголизм. Я понимаю, что есть люди, которые выпивают, то есть, они могут там два или даже три раза в неделю, например, выйти, выпить, с утра чувствовать себя плохо, отходить, через день еще пить. Нет, это все не про них. Это когда человек постоянно пьяный. Он засыпает пьяный, он просыпается пьяный, он снова пьет, и он снова пьяный. То есть, естественно, таких людей, их как грибы там. То есть, машина вот эта вот приезжает, которая забирать их, да, и она просто бам-бам-бам-бам-бам насобирала в мешок, вот так забросила их. Они, ну, как бы, естественно, они не будут противиться. Они считают, что так и нужно, так и должно быть. И боярышник, боярышник, это не миф. Я смеялся с него, я думал, боярышник – это миф. Нет, боярышник – это не миф. Его действительно пьют там, и в очень больших количествах. Некоторые разбавляют, ну, мне же детально он рассказал, как это все происходит. Это надо слушать, очень такой колоритный рассказ. То есть, некоторые разбавляют его с водкой сперва, а потом им, когда уже маловато, то есть, когда водка их вообще не вставляет, тогда боярышник идет чисто ганом. Больше. Да, а как это вообще, а как водка попадает на фронт? И наркотики, да, и наркотики, это интересно. Не, ну, водка и наркотики на фронт, естественно, попадают через местных, которые могут их туда возить. То есть, ну, через местных, через коллаборантов каких-нибудь, через волонтеров так называемых попадает это все. Наверное, это не секрет. Более того, есть же, они же очень часто ходят в самоходы, вот так называемые. То есть, они покидают позиции, уходят, приносят водку с собой. Это все они делают на страх и риск, их очень часто за это бросают в ямы. Ну, это практикуется у россиян в армии. То есть, что-то не так сделать, там, в яму бросили, и его начинают, к нему начинают относиться, как к животному. То есть, там, взяли, консерву раскрыли, вот так вытрусили в эту яму, вот он должен этим питаться. Это к своим военным, да, они так относятся? Да, это я сейчас говорю про вполне себе гуманное отношение. В сравнении, да, в сравнении. Потому что, после того, как мне один бывший вагнеровец рассказал, как он проходил такмет, тут даже я, понимаете, удивился. Потому что, ну, это же как-то уж слишком. То есть, пятисотые, так называемые, которые бегут, да, пятисотые, поймали они этого пятисотого, вернулись, так сказать, в строй, вернули. Но не в строй, а они на нем отрабатывают такмет. Каким образом? По-живому. Они отрубывают ему руку по локоть, и тот должен ему предоставить, значит, помощь. Ну, то есть, перебинтовать и сделать все необходимые моменты, чтобы тот не умер. Как только он все эти моменты сделал, и тот не умер, браво, молодец. То есть, ты прошел эту часть, ты понимаешь, знаешь. Ему отрубывают вторую руку, либо ногу. И, собственно говоря, тот, которому отрубывают, он прекрасно понимает, что он уже не жилец. И тот, который предоставляет ему, тренируется на нем вот этому такмету, он тоже понимает, что тот не жилец. Но, тем не менее, в российской армии это... Ну, я не могу сказать, что это у них прям заположняк, как бы, да, и то есть, это происходит везде и постоянно, но такие случаи есть. Да, но это мы говорим о дезертирстве, да? Это мы говорим о том, как в определенных подразделениях, в частности, у вагнеровцев, проходили они тактическую медицину. То есть, медицину, в принципе, предоставление помощи пострадавшему. И в качестве пострадавшего был беглец. Ну, то есть, самый нормальный представитель российской армии. Человек, который понял, что ему там делать нечего и решил убежать. Владимир, а вот, ну, вы начали говорить, как даже я человек бывалый уже много чего слышал в этот момент, чуть-чуть был в шоке. А вот... Да, эта история меня шокировала тоже, тем более он рассказывал ее очень так тоже подробно. Вот если я хочу поговорить, то есть, какие еще там одна-две истории, которые даже вас впечатлили и шокировали, вот с точки зрения того, что, ну, я помню, как в прямом эфире у вас, вы звонили этот с этим пленным русским туда-домой к нему, к жене, а жена в это время оказывается с любовником, и, в общем-то, она этого и не скрывает, и он это все прям разыгрывается. Коллега мой звонил. А, да, да. Ему везет на такие вот эти вещи. Клубничные сцены. Я не знаю, нет. Я звонил, когда это, если говорить про постель, то это мой коллега, а еще был аналогичный случай в самом начале, там, где она спрашивает его, а ты знаешь, с кем я? Он говорит, нет, не знаю, даже не представляю. Я говорю, с Джамшутом. Ну, Джамшут, вы же понимаете, да? Пусть никто не обижается, я просто беру среднестатистическое известное имя представителя этих кавказских регионов. Я говорю с Джамшутом. Он такой в шоке, говорит, а что там делает Джамшут? А он приехал меня поддержать. В общем, поддержать приехал ее. Ну, он немножко в шоке, он понимает, что Джамшут просто так поддержать вряд ли приехал. В общем, таких вещей очень много, сплошь и рядом. И, честно говоря, когда говорят русские, русские, я все время пишу и говорю русские. Я иначе их не называю, потому что я не сильно понимаю, кто такие русские. Я так понимаю, это, в первую очередь, это, наверное, славяне, да? Ну, вы видите людей, с которыми я общаюсь? Просто посмотрите, просто зацените их среднестатистический портрет. Я мог сказать, что славянами там и не пахнет даже. Ну, то есть, в большинстве случаев это мордва, это татары, это кавказцы, это представители азиатских национальностей. Я неплохо к ним отношусь. Я, ну, это все, только мне в чужую страну убивать не ходили. А так я прекрасно, я бы с каждым из них подружился бы и, говорится, пообщался бы и побеседовал. Ну, говорю, только бы в чужие страны людей не ходили убивать. Вот, мне все равно. Но, когда они говорят русские, 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 я не понимаю вообще, кто это такие эти русские, честно. Я не могу понять. Глядя на них, никто из них объяснить не может. Говорят они безграмотно, пишут они в пять раз более безграмотно, чем говорят на русском. Писателей русских, композиторов русских, они назвать не могут. Ну, кроме как у Лукоморья Дуб Зеленый первые две строчки и Чайковский, они никого вспомнить не могут. То есть, в чем отображается вот это вот именно вот эта русскость, так называемая, я не знаю. А я вам скажу, Владимир, в дырке на улице вместо туалета с утра боярышники напополам с водкой, в лучшем случае, и в том, чтобы, имея это все, рассказывать о своем величии и ходить к соседям, попытаться завоевать их территории и сделать там такой же свинарник и гамнюшник, как у Лукоморья. Хорошо, наверное, хорошо. Ну, вы знаете, это еще, знаете, вот я был первым журналистом в мире, я, то есть, извините, что так хвастаюсь, который нашел советских военнопленных в Афганистане, под Кандагаром. И, значит, там были, было шесть человек в общей сложности, и они в плену оказались у самых ярых. Вот в Афганистане в сопротивлении было семь партий, да, так вот, самая-самая вот такая там, ГЭС Беслами и ГУЛЬБИДИНА ХАКМАТЬЯРА, который сейчас правительство талибов, да, вот она была такая самая радикальная. И вот они там в шестером, значит, двоих держали отдельно в погребе, просто я добился встречи с ними, потому что те четверо, которые сидели отдельно, мне о них рассказали. Значит, по какому принципу их разделили? Да, вот четверо приняли ислам, а двое отказались. Один из этих двух был, кстати, украинец. Вот, и что меня поразило в их рассказе для начала, это то, что они продавали оружие, оружие, которое потом их убивало, они продавали оружие за то, чтобы купить гашиш. Вот, да, вот это меня совершенно поразило. Вот вам еще признак этой же психологии. Ну, этой же, да, этой же, да. Ну, они мне рассказали, что там творится в армии, вся эта дедовщина и так далее, да, но потом как-то уже в другом регионе Афганистана, в городе Газни, я там сидел на высокой горе там с партизанами, и вдруг появляется какая-то, не знаю, флотилья таких вертолетов, они начинают летать вокруг и так далее, и так далее, и потом стреляют. Я там смотрю на этих, на мужа, я говорю, а что это, что это вообще происходит? А мы вот сидим и все это наблюдаем. Они говорят, потому что, видимо, дезертируют, видимо, кто-то убежал. Вот такое было отношение к дезертирам, да, то есть вот его надо убить по-любому. И вот любой человек, который ему помогает, его тоже надо убить. Да, вот они вот по всей дороге предполагаемый, вот его маршрут, как он мог бежать, они бомбят и бомбят и бомбят из-за одного человека. Вот это вот психология. Русские своих не бросают? Вот только конкретно в этом случае. Вот именно вот, что у них на билбордах там написано, русские своих не бросают. Вот в случае, когда нужно догнать дезертира или там какого-то, кого они считают предателем, да, уничтожить, вот в этом случае они не бросают. Во всех остальных случаях, у меня подборка есть просто, я же часто задаю этот вопрос, и я спрашиваю, так русские же своих не бросают. То есть я не навожу на эту мысль. Он сам рассказывает о своей истории, о том, как его бросили, забыли, кинули. И я говорю, так русские же своих не бросают. Или это неправда? И вот у меня подборка их ответов там, где они пытаются выкрутиться из этой ситуации, как-то оправдать вот это вот выражение. И там всегда так, русские своих не бросают, если, то есть там запятая, и вот формулировка, если что, да, но и формулировка, и на полтора часа прекрасно там. Вот русские, это, в моем понимании, значит, лицемер. То есть вот все, что они говорят одно, да, это можно понимать как все с точностью да наоборот. Я не думаю, что это новое для вас. Извините, Лиса. Да, Владимир, в одной из ваших программ, где вы вчетвером как раз сидите, там была такая сцена с женщиной, по-моему, она сестра, она брата искала, если я не ошибаюсь. Или я ошибаюсь. Ну, в общем, но история такая. Там в районе забрали шесть человек, да, из этих шестерых, там столько-то трехсотых, столько-то двухсотых, она ищет своего брата или мужа, я уже даже не помню, вы, наверное, помните лучше. И вот, и она, и, а деньги не приходят. Деньги не приходят, оказывается, что там глава района, она себе спокойно, там у нее водитель, она там все эти деньги, видимо, приходит, да, а до семьи это не доходит. Это вообще, ну, стандартная тоже вполне себе ситуация. То есть, ну, это так называемые мертвые души. То есть, когда всем понятно, что он погиб, да, хотя иногда бывает, что он и в плен попал. То есть, надо выплачивать, мы о чем говорим. Значит, русские жены, вдовы ждут, что вот, наконец-то, заживут эти грабовые дети. Да, Лада, Калина, то есть, они уже присматривают коврички, там вот эти вот чехольчики, чтобы все в цвет подходило. Но это смешно, понимаете, это смешно, но это не смешно. Потому что они действительно этого ждут, потому что, потому что половина всех разговоров начинается и заканчивается. Это какая половина, почти все их разговоры начинаются и заканчиваются с вопроса денег и карточек. Что же там с карточками и деньгами? Как вот, ну, это уму просто непостижимо. Ну, вот мама, представить себе украинскую маму или украинскую жену, которая полгода не видела своего сына, соответственно, или мужа. И вот первый раз она его видит. И первый вопрос, который она ему задает, где твоя карточка? И первый вопрос, который он ей задает, заблокировала ли она его карточку, чтобы, не дай бог, никто с этих денег не видит. Я этого не представляю. То есть, это нонсенс. И я бы думал, наверное, что это все неправда, если бы я это все вот уже третий год как бы не слушал. И Дмитрий ездил. Я не думаю, что он увидел какую-то другую картину. Он больной вышел, Володя. Он с этого лагеря, ну, он же там долгое время не с ним провел. Он вышел больной. Он говорит, я не думал, что это такое зрелище, такое удручающее просто вот эта вся энергия. Да, и я вот, у меня есть проблема. Я уже сбился, с чего я начал, почему я провел. По поводу того, что им деньги важнее? Да, 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 да. То есть, ну, командиры получают деньги на их карточке, а они числятся в строю, но по факту они давным-давно летят. Это стандартная история. Они их ищут, пытаются добиться, пытаются дозвониться, то есть пытаются получить у них какую-то информацию, но прекрасно они уже... А в это же время у нас уже где-то на каналах появилось видео или фото с мертвым таким вот человеком или с человеком, попавшим в плен. И родственники, ну, они прекрасно понимают, что это же он. Но почему же мне говорят, что он там где-то бегает в строю, и при этом деньги за него не приходят? Ну, вот как-то так. Володя, скажите, пожалуйста, а вот последние там месяцы, год, когда вы с ними общаетесь, вот они понимают, что Россия проиграет, что вот, ну, неминуемо так или иначе они вступили в ту войну, в результате которой они не могут быть победителями? Спасибо за вопрос, Олеся. Вы задаете стандартный вопрос, который мне задают подобный тому, который мне задают очень многие мои подписчики. И совет, который дают очень многие подписчики. Почему ты не спросишь об этом? Почему ты не спросишь о том? Не пойдешь в разговор так или так? Поверьте, они на таком уровне не мыслят и не рассуждают. Понимаете? Я вполне серьезно говорю. Для них это все политика. А политикой они что? Совершенно верно. Политикой они не интересуются. И люди они маленькие, и от них ничего не зависит. И всей правды они не знают. Потому что всей правды не знают. Это вообще, это гениальное выражение. Всей правды мы не знаем. Это выражение, которое снимает ответственность за необходимость мыслить. Не все так однозначно еще есть. Тоже туда, да. Тоже туда. Так что, нет. К сожалению, поговорить о таких вещах можно с одним из, может быть, из 20, из 30. А это еще надо, чтобы у меня еще настроение попало под этот разговор. Понимаете? Потому что если он первый в день такой, который философствует, то у меня может еще как бы быть энтузиазмом. Потому что с ним пофилософствовать. А если он уже пятый, то уже может и не быть. Продолжение следует.